В преддверии Дня семьи, любви и верности самым крепким ячейкам Ивановского общества вручают памятные медали. Знаком за любовь и верность в этом году будут отмечены 8 пар, проживших в законном браке не менее 25 лет. Семья Кривцовых и серебряную золотую свадьбу отпраздновала давным-давно. Вместе они 65 лет. И все в их истории необычно. Взять хотя бы имена супругов Ральд и Гертруда, чем не заголовок для любовного романа. Главу семейства назвали в честь путешественника Ральда Амуцена. В честь кого названа супруга, история умалчивает. Регистрировал новорожденную дед, участник империалистической войны. Мама сказала, назови Верой. Верой назови. Он пришел, свидетельство рождения, взял, положил его куда-то там на тумбочку или куда-то. Все, дочка, все в порядке. Девочку я зарегистрировала и мне какое-то время звали Верой. А потом мама, когда немножко чухалась, стала убирать это свидетельство подальше, смотрит, а там Гертруда. А в деревне Гертруда. Оба супруга – уроженцы нашей губернии. История их знакомства не менее удивительна. Ральд Адрианович получал образование в столичном инфискульте. Гертруда Ефимовна тоже была дружна со спортом. Играла в баскетбол в сборной области. Я закончил инфискульт в 1953 году. Приехал, взял команду химтехо-баскетбольную. Там была капитан команды. Я думаю, на ком жениться. Все хорошие девчонки. Уж думаю, капитан. И так и почувствовала. Так и поженились двое с необычными именами. Влюбленные в баскетбол и друг в друга. Свадьба была хорошая. Две команды баскетболистов – мужская и женская. Как и сейчас. Ну и родственники ближайшие. Свою жизнь Ральд Адрианович посвятил воспитанию молодых спортсменов. Гертруда Ефимовна тоже преуспела в воспитании. Правда, молодых химиков. Около 30 лет она преподавала в химтехе. Оба давно на пенсии. И теперь педагогический опыт практикуют на правнуке. Его, кстати, зовут Яромир. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.